Привет, девочки! Сегодня мы будем пытаться сделать макияж предновогодний, то есть праздничный уже. И поэтому я, в принципе, смело взяла палетку Neutrals 2 Revolution серии Reloaded и No Photos, please. No Photos я взяла, потому что, если я вам покажу сейчас палетку, у меня хорошо видно, по-моему, все еще хорошо. Но опять уже 3 часа, уже начинает темнеть потихонечку. Я не знаю, как я в прошлом году вообще смогла грузить видео, хотя я грузила в прошлом году один раз в неделю, не ошибаюсь. Ну вот посмотрите на палеточку, девочки. Как видите, здесь нет ни одного темного. То есть вот этот, он темный, но недостаточно темный. Вот этот тоже темный. Есть здесь классные шиммерные оттенки, которые мне нравятся. Опять-таки, красные цвета. Она очень перекликается с Neutrals 3. Но дело в том, что когда вышла вот эта палетка, это тоже какой-то дюб на какую-то известную палетку. Я, если честно, не вникала и когда-то слышала, но не помню на какую, но вы можете погуглить, сразу вылезет что-нибудь. И вот на нее очень много жаловались. Все говорили, что цвета между собой похожи, я с этим согласна. И нету черного. То есть сделать драматический макияж с этой палеткой невозможно. И поэтому в помощь мы возьмем также вот эту палеточку No Photos, please. Она периодически появляется на сайте Revolution. То есть они ее распродают и ее больше не будет потом. Вы можете ее, то есть, как вам сказать, вы можете дежурить, потому что она, я ее покупала, по-моему, за 3 евро. Потом она снизилась за 2,50 и сейчас она стоит на сайте евро 80. Это просто копейки, реально, девочки, для такой палеточки. Вот. Сейчас покажу вам также оттенки здесь. Какие, смотрите, какие шикарные. И как видите, здесь очень много таких темных оттенков. По-моему, кроме черного, они все здесь шиммерные. Ну, некоторые чуть-чуть сатиновые, но они просто обалденные по качеству. Мне они очень нравятся, только вот рефилы маленькие. А так, вообще, классная палетка. Мне она очень понравилась. Мы с вами как-то быстренько ее тестировали. Помню. Вот сейчас из этих двух палеток я хочу что-то изобрести, сделать с вами макияж глаз. И сегодня, у меня, правда, накрашено, я сейчас буду снимать макияж. Вот это, видите, весь день продержались тени, но на базе, конечно, эссенс. Я красилась вот этой палеточкой, и это Marmaids Forever. Тоже, мне кажется, распродажа на нее одно время была. Но мне кажется, ее все еще можно на сайте Revolution купить. Где-то я видела на нее распродажу. Уже не вспомню. Вы знаете, я на самом деле на канале ни разу вот конкретно ее не тестировала. Хотя, посмотрите, какая здесь палитра. Здесь можно вообще разыграться и сделать как минимум макияжей 10-15. Но, в принципе, вы видите, она вся такая яркая. И здесь тоже есть оттенки, которые повторяются и плохо отличаются между собой. Ну, по крайней мере, два. Вот эти вот, вот эти вот практически не отличаются. Может быть, потом мы с вами с ней сделаем. Но она, как вам сказать, на каждый день, хоть она яркая, она вполне пойдет. Вы видите, у меня не такой уж яркий макияж глаз. То есть, для Нового года, я бы сказала, она чересчур нейтральная, хоть и цветная. И макияж у меня похожий. Я делала такой же макияж с тенями от Essence, как же там, Magical Wood. Короче, Волшебный лес. Вы знаете, такая цветастая палеточка. Она у меня лежит в закромах. И сейчас, вы знаете, я нанесу, я уже видите, уже видно, что я уставшая. И нанесу тональный крем, потому сниму вот этот старый макияж с лица. И уже вернусь, чтобы мы сделали с вами как можно быстрее, пока не стемнело макияж глаз. Итак, девочки, я подготовила свое лицо к макияжу. На мне сейчас тональный крем Fit Me от Maybelline. Я его откопала. У меня здесь остались остатки какие-то. Я совсем про него забыла. Откопала в своем ящичке и решила его дотратить. Затем обильно я нанесла бронзер. Вот этот от Sun Club старенький. Такой сатиновый, классно переливается. И румяна я нанесла вот эти от Blush, Defining Blush. У Catrice раньше было много таких вот румян этой серии, такие продолговатые. И это в оттенке Rose Couture. Я вам часто показывала, потому что я обожаю вот эти румяна именно зимой использовать. И хайлайтер, который я использовала тоже очень обильно на своем лице. Это вот этот Radiant Light и он Exhale. Оттенок Exhale. Покажу вам тоже внутри. Он вот такой. Он легкий розово-золотистый, наверное, ближе к розовому. В принципе, это вот все, что на моем лице на данный момент. И давайте уже приступим к макияжу глаз. Итак, первое-наперво, что мы возьмем? Мы из этой палетки возьмем что-нибудь в складку века. И я сейчас, так как я уже знаю, насколько пигментированные матовые оттенки в этих палетках, возьму сначала вот этот оттенок. И этот оттенок покажу вам такой немного кирпичный. И нанесу его в складку века. Знаете, возьму-ка я зеркало из вот этой вот палеточки. Еще хочу вам показать, но не в этом видео, а в каком-нибудь другом, обязательно тени Art Deco, которые я обожаю использовать зимой. И именно в такой предновогоднюю пору, когда ходишь на рождественские рынки, короче, именно выдвигаешься при электрическом свете. Потому что, вы знаете, я просто обожаю... Ой, какой пигментированный. Я вечно забываю, что он настолько пигментированный. Сейчас разбавлю вот этим светлым. В этом палетке есть вот такой вот светлый. И можно разбавлять, если вот что-то намешалось сверху. Вот. Теперь он поглянел. Теперь мне нравится как надо. И есть оттенки у Art Deco, которые необыкновенно красивые. Именно блестки переливаются при искусственном освещении. Я просто их обожаю. И хочу один из макияжей сделать, короче, всеми тенями Art Deco. Потому что, знаете, на своем канале, несмотря на то, что я их покупаю, тени у меня есть. Art Deco, я, мне кажется, их ни разу не показывала. Нужно будет это как-нибудь исправить. Вот. Складка века. Вы знаете, только растушевав со светлым оттенком, меня устраивает результат. Знаете что? А я брови совсем не делала. Они у меня вот тинтом покрашены. Эти Make Revolution. От Revolution. И все. Может быть, потом я их чуть-чуть затемню. Может быть, даже тенями. Так. Вы знаете, я, наверное, хочу сразу затемнить уголок глаза. Сначала я это сделаю. Возьму вот такую маленькую кисточку, так как здесь пигментированные оттенки. Я не хочу слишком много. И возьму вот этот коричневый. Сейчас покажу вам. Вот этот коричневый. Смотрите, вот на пальце он достаточно пигментирован. Принесу его на руку. Смотрите, какой он. Если его взять большой такой кисточкой, не вот такой маленькой, а большой кисточкой, то вы будете потом замучаетесь его растушевывать. А так лучше добавлять и добавлять его понемножечку. Смотрите, видите? Пока его будет ровно столько, сколько нужно. Буду, наверное, немножечко вытягивать к брови вверх. И потом потушу, как мне надо. Красиво. Красиво смотрится оттенок на веках. Я, девочки, на самом деле немножко спешу, потому что я не хочу включать свет со светом. Я знаю, с вами ничего видно не будет. Но темнеть уже начинает. Хотя, вот, девочки, с часа только полчетвертого. Я совсем забыла, как это, когда зима и темно. Так, опять буду темнуть немножечко. Потом складку века продлю его немного. Главное, чтобы они мне симметричные были, потому что у меня есть такая проблема, что я иногда делаю не очень симметричные макияжи глаз. Представьте, такой, как это называется, визажист. Вы приходите к визажисту сделать макияж, он берет вам и делает два разных глаза. Я, кстати, видела у каких-то блогеров американских, сейчас у них очень много, делать один глаз одним цветом, а другой глаз другим цветом. То есть у вас техника одна и та же, а макияжи разные получаются. Ну, то есть здесь, например, синий, а здесь розовый сделать. С одной стороны, мне нравится, но я бы, наверное, не рисковала все-таки. При том, что я люблю экспериментировать, я бы не стала, наверное, так краситься. Так, вот кисточка у меня хорошая. И я возьму из этой палетки, хочу ли я брать из этой палетки шиммерные оттенки, вот не знаю. Или я возьму лучше No Photos, потому что здесь меня, в принципе, все устраивает. Немножечко, может быть, я потушую еще немножко вот тут вот. Сейчас я смотрю из большой зеркала опять. Я не знаю, девочки, очень люблю, когда у меня тушевка получается очень мягкая. Вот этот Smoky я очень люблю, чтобы все было мягко, чтобы не было резких переходов. Пусть оно лучше, знаете, так, чуть-чуть здесь подотру, я вылезла немного, по-моему. Пусть все будет немножечко так смыто, размыто. Но мне кажется, что лично мои глаза это увеличивает, чем тогда, когда я делаю четкие линии. Я, по-моему, два Новых года подряд, прям меня как подмывает именно под Новый год взять и сделать толстые черные стрелки. И вот черное сделать внутри глаза. Мне нравится, в принципе, но на фотографиях это смотрится не очень. Я не знаю, вот существует много классных макияжей, которые я делаю каждый день. Вот здесь есть зеркальце. Но на Новый год, вот два Новых года подряд, или даже три Новых года подряд, я уже не помню. Посмотреть на фотографии мне не очень нравится, как я получаюсь на фотографиях. Именно из-за макияжа. Но с вами потренируюсь, потом решу что-нибудь. Итак, вот у нас подготовлены глаза. Здесь наша палитра. И я вот думаю, думаю, что я хочу. Здесь есть такой симпатичный сиреневый. Потом сделаем более холодный макияж. Сейчас у нас такой более теплый, мне кажется. Хотя в уголок глаза можно было бы его попробовать. Так, сейчас я возьму спонжик. И спонжиком нанесу его в уголок глаза. О, слушайте, он такой холодный. Он холодный и яркий. Необычно смотрится, очень необычно. Хотя под мою кофточку я переодела кофту. Видите, она такая блескучая, она с блёсками вся кофта. Но блёски это нитки-блёстки. Под эту кофту, знаете, идёт. И мне... Вау, девочки, мне очень нравится. Вот случайно я сделала этот шаг, а сочетание получилось шикарным. Смотрите. Мне безумно нравится. И знаете что? Сюда пойдёт, если я на серединку века сделаю какой-нибудь розовенький и закончу тёмно-коричневым. Наверное, вот этим. Ой, извините, вот этим. Всё падает у меня. Коричневым. А розовый возьму из палетки... Знаете, из вот этой всё-таки палетки я возьму. И, наверное, сейчас посмотрю, какой розовый. Вот это сольётся, наверное. Боюсь сейчас сделать ошибку рукавовую, что макияж не очень красивый получится. Посмотрю. Извините, что вы не участвуете. Вот, смотрите, вот такие оттенки. Вот три оттенка, которые я думала нести. Или вот этот взять отсюда. Ну, мне кажется, темноватый. Или вот этот вот взять. Я сейчас думаю... Нет, он темноватый будет. Сольётся. Надо взять какой-то очень яркий. А если взять малиновый? Не малиновый, а фиолетовый. Здесь есть такой... Вот в этой палеточке есть вот такой малины. Вот такой фиолетовый. Вот такой если взять. Давайте возьму его. Рисковать так рисковать. Так. Возьму вот этот фиолетовый. И нанесу дальше. На подвижное веко. Вот, девочки, вот эта палетка No Photos, она просто шикарная. Мне очень нравится это качество шиммерных оттенков. Я, в принципе... Знаете, что я могла бы сейчас сделать? Могла бы взять кисточку из набора Obsession от Revolution. Тоже было бы любопытно посмотреть, как они мне наносят макияж. Я сейчас довожусь этим макияжем, что уже стемнеет. Ой, какая красота! Очень-очень нравятся мне оттенки. Отсюда. Сейчас еще добавлю немножечко. Сначала вот этой. Такой вот тонкой. Она прямо очень тонкая. Кис на самом деле для помады. Сначала нанесу ею коричневый, а потом растушую другой. И он очень здорово мешается. Вот эти тени из палетки No Photos мешаются между собой, тушуются отлично. Они очень гармонируют друг с другом. И вы знаете, вот такие маленькие кисточки, в принципе, они очень неплохие. Смотрите, как можно вырисовывать себе складку века. где нужно. Просто обалденно. Я сейчас сделаю стрелки. А, нижнее веко. Я не проработала нижнее веко. Возьму из Neutrals 2. Я возьму сначала вот этот кирпичный оттенок, который вначале брала. А потом еще, наверное, добавлю, знаете, этот... Или не буду добавлять. Вы знаете, я оставлю просто кирпичный. И без камеры я нанесу тушь. Тушь и стрелки сделаю. Блин, не та кисточка. Куда я делаю свою маленькую тоненькую плень лезть искать. Нанесу сейчас тушь. Стрелки сделаю черные. Мне кажется, они сюда очень пойдут. И к окну вам покажу макияж. И на этом закончим, потому что уже каши не сваришь с этим освещением. И я надеюсь, что вам все равно что-то еще видно. Но покажу вам результат еще у окна. Ой, девочки, какой макияж получился. Я надеюсь, что вам видно нормально. Я прямо в окно встала. И окна прямо еще светло. Правда, я губы забыла накрасить. Но мне кажется, что помадой можно сюда и поярче что-то ближе к такому приглушенному малиновому. Ну, что-то из Maybelline, из Манхэттен, которые у меня есть в помадке. А вот глаза получились вот так. Сейчас вам приближу. Очень мне нравится, как играют эти тени на веках. И сочетание получилось классное. Очень красивое. Можно все-таки мешать холодные оттенки и более теплые. Все равно классно получается. Все, девочки, на этой чудесной, прекрасной ноте. Я хочу с вами попрощаться сегодня, потому что освещение плохое. И я уже ничего вам доснять и показать не смогу. Я надеюсь, что потом при монтаже освещение будет более-менее. Ну, а так я постараюсь в следующие дни снимать вам какие-то видео без моего лица. И то, что можно показать вам и при электрическом освещении. Всем хорошей недели. Хорошего вам дня. И до следующего видео. Пока-пока, девочки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok